Размещались мы в СМИ, мы использовали метро, газету метро, она нам очень хорошо показала. Давайте я сейчас расскажу сначала все ресурсы, которые мы использовали, а потом те, которые не надо было использовать, потому что реально у нас бюджет был хороший, вот честно. И мы куда только можно, мы везде притыкались. Но вот теперь, когда уже опыт прошел, мы потратили кучу бабла, теперь я могу вам рассказать, куда надо было на самом деле. Что касается СМИ, это была газета метро, это была работа для вас, у нас в Питере такая есть газета, я думаю, что у вас тоже есть. То есть она за деньги, это не то, что там бесплатно раздается, она вот для тех, кто заинтересован в работе и покупает это за деньги. Далее общественный транспорт. У нас обклеивался транспорт на Невском проспекте. Сам магазин, надо сказать, он в самом центре находится, на площади Восстания. Поэтому мы брали ту аудиторию, которая может кататься мимо нашей будущей работы, естественно. Также мы брали станцию метро. Это была станция метро Площадь Восстания, станция метро Маяковская и станция метро Синае. То есть такие ключевые станции, где могут потенциально выходить наши будущие сотрудники. Может быть, они сейчас недовольны своей работой. Далее это магазины нашей сети. Но поскольку Stockman был только один маленький, то там практически не имело смысла. Но нам очень помогли сети Jack & Jones, Lindex и SEPAL, тогда еще открытые. То есть те, которые входили в концерт Stockman. Что касается сайтов. На нашем собственном сайте размещали, ну это бесплатно, естественно, партнеры наши. Это не связанные, но, не связанные по бизнесу, я имею в виду, но связанные по трафику клиентов, в том числе. Например, салоны красоты или сайты по путешествиям. МТУИ, например, наш партнер. Поисковые, я имею в виду, поисковые работы. Это Headhunter и Superjob. Далее мы размещались, так называемые СММ-носители. Баннеры мы размещали в Mail и в Яндексе. Мы размещались ВКонтакте. Мы размещались Одноклассники. Одноклассники, естественно, с прицелем на более возрастную группу. Забегаясь вперед, могу сказать, что ВКонтакте практически не сработало вообще. Мы также участвовали в ярмарке вакансий, которая проходила в городе. Ну, я думаю, что в Москве их еще больше существует. Тоже печальная история. Экран покажет наши вузы. Здесь, кстати, хорошо у нас было, потому что с вузами мы достаточно плотно до сих пор сотрудничаем. И там достаточно большой у нас поток в основном на под-тайм. То есть там мы, конечно, перечисляли плюсы, как тебе хорошо будет учиться, если ты у нас работаешь. И вот этот наш асессмент-центр. Давайте потихоньку буду рассказывать, что это такое. Асессмент-центр – это, конечно, классический вариант. Это оценка будущих сотрудников, по идее. Вот некий центр, который совершает вот эту оценку. Но он у нас был такой боевой штаб. То есть изначально мы туда посадили наших девчонок HR, потому что мы в том числе брали и хелперов HR. Потому что на этот проект мы не могли пустить силы основного отдела персонала, поэтому мы брали хелперов, которые занимались обзвоном и отсмотром всех анкет, которые есть. Они сидели в этом асессмент-центре. То есть мы взяли в аренду на два месяца помещение вот на Невском проспекте. У нас было замечательное требование. Это было дорого, но это было достаточно эффективно, потому что на этом асессмент-центре так называемом мы в витрине в огромной мы смогли разместить нашу рекламу. Друзья мои, это был лучший вообще носитель, который позволил нам привлечь максимум трафика. Потому что вот строится торговый центр, и все знают. Ну, достаточно такая скандальная история была со стокманом связанная. Если интересно, потом отдельно расскажу. И рядом вот эта вот кибиточка. По сути, это первый этаж дома, и мы взяли в аренду один из помещений бывшего магазина. Там он закрылся. И там огромный баннер, который замечательно и нам трафик обеспечил. Так вот, если возвращаться ко всем. Огромный плюс ставлю вот здесь. Хороший плюс по подтайму ставлю вот здесь. Отказать. Что касается SMM-маркетинга. Ну, баннеры сработали, Яндекс сработал, мейл не сработал. Сайты, ну, собственно, нам ничего не стоило, поэтому мы там и не считали, какое количество денег на душу населения приходилось. Но, по сути, трафика там не было. Партнеры тоже. Ну, и в нашем случае Headhunter нам хорошо помогал. Что касается магазина сети, хороший вариант. И что касается общественного транспорта, ну, заполняли у нас анкету, тоже достаточно многие видели именно эту рекламу. Что касается SMM, я почему так мало и вспомнил, да, потому что у нас метро как раз сработало, которое раздается в метро. И все, да, все вот эти работы для вас, хочу работаю, хочу нет, ну, вот эти все прекрасные, у нас не сработало. Вот, поэтому это наш опыт, да, я о нем рассказываю, но он, конечно, не может быть универсальным, да, и здесь я как раз вам не могу открыть какой-то космос, куда точно идти. Но я думаю, что если есть у вас возможность на фасаде, допустим, открывающегося магазина или уже существующего размещать такую историю, что для открытия, да, ведется подбор персонала, то у нас очень хорошо выстрелила эта история.